Продолжение следует... Добрый день, дорогие зрители! Приветствую всех на канале Бажениты, Омская область. Сейчас я нахожусь в центре села Баженова, где я проживаю. И вот здесь, вот возле Дома культуры, мы видим памятник. Что это за памятник, мы сейчас спросим у заведующей библиотекой Троян Натальи Александровны. Это памятник воинам, партизанам, погибших в гражданскую войну в 1919 году. Партизаны это из соседнего села, это не наши партизаны, не жители нашего села, а жители деревни Инкинис. Здесь похоронены они, они были расстреляны за селом, расстреляли их там колчаковцы, белогвардейцы, сбросили в скотомогильник. А потом, когда пришла Красная Армия, и останки были перезахоронены на площади, здесь у нас площадь церкви была, и вот на этой площади захоронены эти партизаны. На улице довольно холодно, зашли мы в помещение библиотеки и разговаривали, уже здесь в тепле, потому что камера замерзает. Я хотел бы спросить, уточнить, там на памятнике указаны какие-либо фамилии, известно, кто захоронен на этом месте. Ну, из источников, из источников, был у нас такой краевед Федоров Григорий Федорович, он занимался краеведением, тогда еще были, живы были свидетели того времени, правда старые люди были уже, но они были свидетели того времени. И вот, со слов Федорова Григория Федоровича, в этой могиле, в Братской, захоронены жители деревни Интениса. Интениса, это соседняя деревня у нас, там был партизанский отряд, а у нас в селе Баженово тоже стоял отряд. Видимо, какой-то корпус, да, Белой Гвардии. И вот их в Интенисе там арестовали, поймали, и на допрос их гнали сюда, к нам в Паженово. Вот, и потом их расстреляли. Ну и вот, по сведениям Григория Федоровича, здесь захоронены у нас в Братской могиле жители Интениса, это Мизеров Никита, потом Щербаков Савелий, это отец, Щербаков Никита и Щербаков Захар. Вот, три, значит, отец, два сына и еще Никита Мизеров. Но, со слов, со слов Ивана, это сын Никиты Мизерова, он как рассказывал, что это произошло в сентябре 1919 года, и вместе с ними еще был расстрелян Хватов Иван Яковлевич. Вот, получается, да, получается пять человек захоронены. И вот они захоронены вот здесь вот, в центре села, на площади церкви. Ну, их расстреляли, тоже говорили, их расстреляли на скотомогильнике в деревне, вот, сбросили их туда, в скотомогильник. Ну, а потом уже, когда пришла Красная Армия к нам на село, и останки перезахоронили, здесь у нас на площади церкви. Памятник восстановлено в 23-м году. Да, памятник, могила вот эта вот, да, она установлена. Это получается, вот, несколько лет, значит, наше село, значит, было под управлением белой гвардии, полчика. Белая отряд белогвардейцев у нас здесь стоял, стоял, квартировался. Да, квартировался. Да, квартировался, и это подтверждает, вот, жители, даже я их помню, это Бабошины, Бабошина Елена Васильевна и Александр Степанович. Она была учительницей у нас, а он был председателем сельского союза. Ну, вот это вот устные источники. Да. А, значит, материальные источники есть подтверждающие, значит, присутствие здесь, значит, белой гвардии, значит, толчика, каких-либо сражений. Вот вы, как я местный житель, вы, как местный житель, вы сами с этим сталкивались? Вот только вот то, что вот книга у нас. А если столкнетесь, вы сможете определить, принадлежит ли я этому тому времени или нет? Вот такой пример. У меня головной гор, а на нем есть пуговицы. Я, значит, посмотрите. Значит, я рано-весной, поздно-осенью послу коров, хожу по окраинам села, и на пыльных дорогах встречаю самые различные предметы. Ну, подковы, гвозди интересно не представляют, а пуговица, значит, интересно. Я их выбросить не могу, а, значит, носить, вроде бы, как-то не так постоянно. А когда мы собираемся на слеты, я член клуба наследия в Новосибирской области, значит, мы собираемся, я показываю, значит, этот предмет. Вы, видно вам, понятно, кто это, с каких времен? Ну, я не знаток, поэтому я определить не могу, наверное. Вот гвозди орел, да, да, вот здесь вот, гвозди орел, вот здесь, ну, видно, что это, конечно, все старинные такие, ну, наверное, знатоки-то могут и определить. Ну, я вам могу еще, значит, рассказать, что помимо двух главных орел, значит, здесь еще была, значит, иностранная интервенция, то есть белую гвардию финансировала английская Британия. Значит, и обеспечивала как оружие, так и обмундирование. Так вот, на некоторых мундирах есть английская английская, крупная пуговица и мелкая. На ней изображен герб Британии. Ну, вот я по этому спросил. Ну, если вам встретится что-либо подобное, вы не выбрасываете, значит, дома сохраните, как у себя в библиотеке, если покладете, и, может быть, если может, мне подарить или другим. Ну, все, до свидания всем. Продолжение следует...